я вас приветствую друзья вы снова на канале шестеренка и с вами я макс сегодня на моем обзоре mobapad hd это геймпад от компании mobapad вы скажете что ты такой довольный а я вам скажу до этого у меня уже был опыт с данной компании ребята из mobapad присылали мне их топовый геймпад который реально мне очень понравился я думал что ну раз он там стоит почти 7000 рублей то наверное более дешевые версии соответственно и выглядит и на ощупь гораздо хуже но как оказалось после того как я получил mobapad pro hd я поменял свое вообще мнение о данной компании геймпад выглядит и на ощупь просто супер на самом деле очень классная штука то есть это по сути решение для вашего nintendo для вашего пк для android смартфона для а вес из устройств и плюс вы можете подключить его по bluetooth к вашему ноутбуку у него есть программное обеспечение на андроиде на ios его нету все это дело сейчас чуть позже мы естественно рассмотрим а пока давайте начнем с его комплектации поставляется он вот в такой коробке но по сути по комплектации я думаю здесь особо нечего говорить юсб юсб тайп си метровый провод вроде с помощью которого вы должны играть на пк ну естественно вы его можете еще подключить по bluetooth либо по проводу но по проводу как вы понимаете это нереально а дальше как вы видите у него идет вот такой d-pad он снимается и идет дополнительно крестовина которую вы можете установить если вдруг он вам как-то не зашел не понравился но честно говоря мне он нравится гораздо больше чем крестовина как вам я думаю вы напишите внизу в комментариях и идет вот такое вот инструкция вот такой вот инструкция на самом деле очень классная штука полностью на английском языке очень и очень подробно я вам попозже покажу дальше что же у нас по спецификациям для чего подходит он я вам рассказал давайте посмотрим наверное как он выглядит внешне здесь у нас естественно стоит диод то есть это и подсветка также это и nfc модуль то есть вот сюда встроен nfc модуль в буковку м тут у нас диоды показывающий рабочий канал по бокам у нас находятся два джойстика тут у нас d-pad также он естественно меняется если вдруг вам нужна обычная крестовина без проблем можете поставить он не особо тяжело вытаскивается но честно говоря вот такой вот d-pad как они это называют мне нравится больше на самом деле для пальца приятнее сверху у нас две кнопки плюс-минус клавиша скриншот клавиша домой снизу нас макро команды и соответственно turbo кнопка здесь как всегда l1 l2 r1 r2 usb type-c находится сзади для подключения к пока и на обратный у нас идет m1 m2 и кнопка сопряжения вот здесь в центре она находится и вот это вот малюсенькая точечка это кнопка сброса на всякий случай нужно тыкать туда чем-то острым внутри находится батарея 1000 миллиампер в час до 30 часов игры беспрерывно как заявляет производитель там где у нас буковка м там находится nfc модуль естественно rgb подсветка правда только на буковку м так как у нас здесь клавиши не горят в более дорогой версии если вам это интересно они горят естественно можно ее настроить в общем все навороты что касаются с rgb здесь есть для лучшего восприятия игры естественно тут установлен вибромотор причем вибромотор установлен такой же как в более дорогой версии данного геймпада это alps мотор dual axis hd vibration в общем мотор выглядит вот таким вот образом вибрирует он с частотой 320 герц на самом деле вибрация очень сильная он работает таким таким образом в общем на самом деле вот вы видите сейчас картинку каким образом это происходит что касается ощущения могу сказать что вибрация достаточно сильная возможно в каких-то играх например на нинтендо это отображается более ярко но по крайней мере я часто встречал это пишут на компьютере до вибрации есть она отличная она мощная но какого-то ну так скажем разница между hd и еще чем-то я не нашел она классная все здорово то есть в этом плане можете не беспокоиться даже гарантия на данный мотор два года что ну по крайней мере приятно скажем так давайте перейдем клавишам они механические что значит механические то есть да если мы берем мышку слышите клацание мышки да то же самое происходит на самих клавишах то есть когда мы их нажимаем давайте послушаем чтобы вы поняли что я имею ввиду благодаря этому мы получаем 5 миллионов нажатий на эти клавиши то же самое касается двух вот этих стиков сила давления на клавиши до срабатывания 110 грамм и рабочая возможность 0 7 миллиметров естественно тут есть макро команды то есть вы можете настроить до 32 нажатий с лимитом времени до пяти секунд плюс вы это можете все зацикливать плюс вы можете использовать режим turbo да вы можете настроить любую кнопку на turbo и она вам будет стрелять в трех режимах в общем на самом деле огромное количество настроек давайте начнем с программы под android и посмотрим как она настраивается для вашего удобства есть вот такой qr-код в самой инструкции то есть вы можете скачать приложение для вашего андроида для ios как вы видите приложение пока не существует причем он выкидывать не в play market а именно на официальный сайт хотел вам показать еще один момент если вы играли только что на пк и у вас бегают вот эти штучки для подключения на android вы его не подключите никак то есть если вы будете нажимать вот эту кнопку для подключения видите они у вас бегают он никак не подключится что вам нужно сделать чтобы подключить его к андроиду опять смотрите зажимаем кнопку влево то есть вот сюда и нажимаем кнопочку домой видите начинает мигать центральная клавиша ну вот вторая сверху это значит он режим bluetooth включил и теперь его можно подключать любому android устройству вот видите у нас загорелась верхняя это значит подключено к android так я нажимаю только в этот раз он у нас сразу показывает самый навороченный контроллер от movipad который был кстати на прошлом обзоре на моем обязательно посмотрите кто не видел нажимаем подключиться сразу переключается на pro hd который в данный момент у нас существует у нас есть кнопка обновление прошивки данного контроллера сейчас он меня уже обновлен но на самом деле обновляется достаточно быстро то есть ничего делать не нужно просто нажали обновить подождали чуть-чуть он сам обновился геймпад выключился вы его включили заново подключили уже новая версия можно посмотреть видите у меня была 111 сейчас стоит 116 можно опять нажать естественно сейчас ничего не работает дальше выходим сразу покажу шестеренка в правом верхнем углу это смена языка стоит по умолчанию системный можно китайский английский русского пока нет дальше это уже ваши соглашения какие-то на китайском языке в общем здесь ничего интересного нет а если вы нажмете сюда вниз то это обновление программного обеспечения дальше выходим и самое интересное у нас есть геймпад тест то есть да чтобы я не двигал соответственно все это дело показывается как все нажимается как все работает в общем работают ли у вас все кнопки выходим отсюда дальше у нас идет конфигурация то есть это самое интересное у нас идет вот такой вот список то есть первое это настраиваете в данный момент что у вас установлена и соответственно можете еще сделать четыре пресета уже ну так сказать для вашего удобства если вдруг какие-то игры вам нужна специальная настройка и так заходим в первый соответственно здесь можно управлять мертвыми зонами настраивать левый стик правый стик в общем все что хотите можно устанавливать по кривым видите то же самый правый левый стик если вдруг что нажимаем внизу все это дело сбрасывается чтобы это все отобразилось на вашем контроллере нажимаем в правом верхнем углу вот эту вот клавишу с дискетой то есть он сохраняет и все записывает на ваш джойстик справа джойстик это попробовать что вы типа настроили дальше у нас идет mapping то есть вы можете полностью поменять кнопку допустим а я тыкую на кнопку x сейчас я ее нажимаю ведь он мне высвечивает кнопку x и я например хочу ее изменить на кнопку b нажимаю шур видите на картинке у меня x сменилась на b то есть теперь как бы я не нажимал будет нажиматься кнопка b то есть если вдруг вам нужно если не нужно то же самое сбрасываете все возвращается стандартным настройкам дальше у нас идет подсветка ну это уже кому нужно кому не нужно то есть смотрите дыхание всегда зеленые дыхания и закрытый то есть если я сейчас нажму закрытый нажимаю сохранить у меня вот эта штука отключится видите она полностью отключилась если я хочу просто всегда зеленая либо вот нажимаю красное то же самое нажимаю сохранить час она должна сгореться красным да вот у нас включился красный свет а также можно сделать яркость соответственно все это дело можно настроить на самом геймпаде. Видите, самая слабая и самую сильную ставлю. И вот она самая яркая. Но на самом деле она не бьет в глаза, поэтому я думаю проблем у вас не будет. В общем, все это дело по настройкам подсветки. Дальше у нас идет превью. Это что за что отличие. Ну, в общем, грубо говоря инструкция данной программы, скажем так. В общем, все на самом деле супер просто и очень понятно. Мне кажется, приложение просто отличное. Так как здесь дается очень понятная инструкция на английском языке, которая поможет вам делать настройки прямо с самого джойстика. Видите, подключение к Nintendo, подключение по Bluetooth к ноутбуку, подключение к компьютеру через провод, подключение к Apple-овским девайсам на базе iOS, подключение к Android. В общем, все-все-все здесь написано. И также идут полностью настройки там макрокоманд или еще что-то. Давайте посмотрим, как это работает. Для изменения подсветки вручную нажимаем вот эту шестеренку. Соответственно, кнопкой плюс мы меняем режимы. То есть, это дышащий, отключенный и постоянно светящийся. То же самое при нажатой кнопке шестеренки на минус мы меняем цвета подсветки. То есть, тот, который нам нравится, мы его и выбираем. Отключение данного джойстика происходит с помощью кнопки Home. То есть, нужно ее продержать 3 секунды, и он у вас отключится. Если он подключен к какому-то девайсу, то в течение 15 минут, если вы его не трогаете, он полностью отключается. Если он не подключен к какому-то девайсу, то, соответственно, отключается он через 2 минуты. Для того, чтобы записать макрокоманду, смотрите, нам нужно нажать на шестеренку и подержать 3 секунды. Нажимаем, ждем 3 секунды, он у вас провибрирует, вот, и загорится вот такой вот логотип. Сейчас, для того, чтобы записать что-то, смотрите, что нам нужно сделать. Теперь мы создаем любые макросы. Например, я не знаю, 1, 2, 3, так, 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 и все это дело, чтобы записать, нажимаем одну из клавиш M1 или M2. Вот, например, сейчас я хочу записать все это дело, что я нажал на клавишу M1. Нажимаю на нее, все, видите, он у меня загорелся зеленым. Теперь у меня на кнопке M1 вот эти движения записаны. Если вы все это дело хотите стереть, нажимаете на шестеренку, ждете, пока он провибрирует. Хоп, провибрировал, и стираете сразу нужную вам клавишу. Нажимаем сюда, и все. Он все это дело обнулил, теперь все ваши макросы, естественно, стерты. Зажимаю шестеренку. Он у меня провибрировал. Теперь делаю пару шагов влево, пару шагов вправо. Стреляю, подпрыгиваю и, не знаю, и ложусь. И еще раз стреляю. Сохраняю макрокоманду. На M1 у меня сохранялось. Все, теперь отхожу, допустим, вот сюда. Нажимаю M1. Отходит в сторону. Отходит в другую сторону. Выстрелил, подпрыгнул. Лег. И пострелял. Самое, что интересно, все это дело происходит именно в то время, когда вы нажимаете. То есть, через определенное. Как я все это делал, так все это и нажималось. Если вдруг вы не хотите стирать данные кнопки, просто хотите их отключить временно, вам нужно просто нажать вот на эту шестеренку два раза быстро. Раз-два. И он провибрирует, соответственно, не отключает. Чтобы включить, нажимаете опять. Раз-два. И он опять все это дело включает. А если вдруг вы хотите сделать так, чтобы одна из этих макрокоманд, которые вы записали, работала по кругу, то есть это макролупинг. Можно сказать, она будет крутиться. Вам нужно зажать шестеренку, держать ее, нажать кнопочку M1 или M2 и отпустить сразу две. То есть нажимаем, нажимаем M1 и отпускаем сразу две. У нас еще есть турбомаппинг. То есть, что мы можем сделать? Любую из вот этих клавиш, соответственно, R1, R2, сделать в турборежиме. А вот здесь вот у нас идет логотип таких двух пуль. Нажимаем на него, набирая, нажимаем на... Вот смотрите. Сейчас я нажимаю кнопку A, да, ничего не происходит. Ну, то есть она работает, как обычная кнопка. Зажимаю кнопку турбо, нажимаю кнопку A и теперь, когда я держу кнопку A, она у меня стреляет постоянно. То есть она постоянно нажимается. Если вдруг вы не хотите держать, хотите, чтобы она просто стреляла, нажимаем еще раз на две пули, нажимаем на A и теперь у нас включается вот такой режим. Нажимаем A и он постоянно стреляет. Нажимаем A, он прекращает стрелять. Эти кнопки работают стандартно. Опять зажимаем A, он начинает стрелять. Нажимаем A, прекращает. Зажимаем пули, нажимаем A и она переходит в стандартную кнопку. То есть видите, что мы не делаем. То же самое, естественно, с любой другой кнопкой. Если вам не хватает частоты выстрелов, то есть вы, например, нажимаете кнопку A, видите, она мигает супербыстро. Сейчас у меня идет самая быстрая стрельба. Если мы нажимаем кнопку две пули и делаем вот так. Он провибрирует у вас и, соответственно, она будет мигать чуть медленнее. Нажимаем еще раз, делаем сюда, то есть три режима. Видите, медленно, быстро. То есть вы можете настроить скорость выстрелов вот именно вот этой вот клавиши. То есть плюс-минус, соответственно, туда. Вы почувствуете, он начинает вибрировать, то есть вы почувствуете, что включается. Видите, до какой самой быстрой скорости это можно все довести. По андроиду все достаточно просто. Никаких макросов там нет, ничего. Но, честно вам сказать, вы абсолютно спокойны. Если пару раз прочитаете инструкцию, которая дается, то вы просто будете, можно сказать, богом игры в плане того, что вы сможете все это настраивать, не скачивая никаких программ, не закачивая никаких программ на компьютер, ни на телефон, вообще никуда. То есть все это дело полноценно управляется напрямую с вашего геймпада. Давайте посмотрим, как все это дело происходит. Смотрите, здесь есть три режима подключения к ПК. То есть сейчас у меня горит три черточки. Это режим Mobopad Pro HD Mode. То есть это самый какой-то навороченный, я не знаю, для классических игр. В общем, три варианта подключения. Как это переключается? Зажимаем плюс-минус, ждем три секунды. Он мигает, переходит в первый режим. Нажимаем, ждем, он переходит во второй режим. Второй режим написано, что это для Xbox. То есть вот таким вот образом мы все это дело проверяем. Сейчас проверим, естественно, все это дело на игре. Итак, друзья, сейчас у меня подключено по проводу во втором режиме. То есть это режим Xbox. Теперь у меня работает и кнопка Home, видите, все вылазит. В общем, и скриншоты, все дела. Держу, он стреляет только один раз. Нажимаю на пули, нажимаю на выстрел. Теперь держу, он стреляет постоянно. Нажимаю на пули, нажимаю на выстрел. Теперь у меня включается так. То есть он нажимая еще раз, он отключился. Нажимаю на пули, нажимаю на выстрел и все, теперь по одному разу так же. Я проверил все варианты подключения к ПК. То есть по проводу он работает вообще без всяких проблем. Единственное, что нужно поставить, чтобы горело две первые полосочки. Этот режим переключается, зажимая плюс-минус и подержав его. То есть все работает отлично, не переживайте, если вы первый раз воскнете в ПК, он у вас его найдет, загорится первая полосочка и работать он не будет. Просто сжимаете плюс-минус, он переключается в режим Xbox и подключается к ПК без всяких проблем. По крайней мере на 11-м Windows. Что касается режима Bluetooth, я его подключал именно по кнопке сопряжения, он подключается, все работает отлично, но играть нет возможности. То есть он подключается, как бы ты видишь, что все нормально, пультик говорит, что подключился, но никаких эффектов нет, то есть на ПК он не работает. Видимо, для этого нужно докупить какой-нибудь Bluetooth-свисток, чтобы воткнуть его в разъем USB и тогда уже играть без проводов. Что касаемо Android, вообще проблем никаких нет, подключается без проблем, к Smart TV подключается без проблем, все работает, но зажимать нужно опять же таки, как я показывал. То есть для того, чтобы подключить его к Android, не нужно нажимать кнопку сопряжения, нужно нажать вот этот вот D-pad в сторону, зажать кнопку Home и подождать, пока вот эта вот средняя кнопка начнет быстро мигать, только тогда Android его найдет. То же самое вот так вот не работает с ПК, с ПК нужно именно подключать с помощью кнопки синхронизации, поэтому вот такая вот странная штука, в общем, я думаю, что вы разберетесь. И как я понимаю, его можно еще подключить к разным девайсам и нажимая кнопку Home вы будете переключаться между девайсами и управлять, естественно, он будет автоматически подключаться к другому. В общем, друзья, на самом деле все работает отлично, сам геймпад мне понравился, как и предыдущий, D-pad меняется, ставится, что касаемо проверки гироскопов и подключения к Nintendo Switch, у меня возможности, к сожалению, сейчас нет, поэтому я поиграл на всем, что можно, все работает отлично и вообще, в принципе, нареканий к компании MoboPet у меня нет. Так что, друзья, я могу абсолютно спокойно рекомендовать данный геймпад вам для покупки. Цена на данный момент 4 900 копейками, так что уже ищите, смотрите сами, ссылку я, естественно, брошу внизу. Те, кто досмотрел до данного момента, огромное спасибо, надеюсь, вы поставите лайки, поддержите данное видео комментариями. С вами был, как всегда, я Макс, не забываем подписываться на телеграм, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok